Добро пожаловать на канал Алик Сулук, меня зовут Алексей и мы продолжаем прохождение играми дурно фоллс в чем же мы стоялись в прошлой серии остановились на том что мы много чего не успели под много что я подразумеваю то что мы должны были сходить к такому человеку как коин это у нас насколько я знаю да блин а насколько я знаю это вроде бы у нас это у нас типа лесника или в общем человек который там присматривает за лесом вот он живет вот здесь вот здесь собственно говоря мы сейчас находимся у себя дома вот здесь еще мы должны были найти ну сходить к дому м м сходить там тоже мы так и не встретились с родителями у нас сейчас два часа там 21 минута по-моему было дня вот у нас еще все идет первый день значит также у нас кейти умерла насколько я помню скончалась и мы занимаемся тем что мы ищем вот это м м м а это одноклассница мэтью на данных в игре тут мэтью все здесь надо объяснить чтобы рассказать сюжет даже вообще мы в прошлой серии встретились с мелом мы познакомились наконец-то с мелом таким неким парнем плохишом и он сказал что он последний раз видел м м которая шла которая шла в общем-то направлении церкви нужна она сказал что найдет в церковь церковь у нас находится вот здесь а он ее встретил получается на выходе из туннеля вот это у нас тоннель вот он либо ну наверное получается где-то здесь он ее встретил цена была где-то видимо здесь как когда он сказал что он идет в церковь так что нам сегодня нужно ждать обязательно сегодня уже пообщаться с коином да кстати я знаю куда уехал coin он на самом деле coin как мы знаем из объявлений они там в час по моему собирались все в церкви там было собрание всех пути потом полицейских всяких таких то есть служителей грубо говоря порядка не только порядком там видимо и может пожарники может быть там и как раз таки и лесничьи эти все они собираются чтобы начать поиски то есть что пойти потом вместо вот это у нас есть лес это нас мизурно здесь у нас по моему находится еще водопад где-то в общем они отправляют ну что потом пройти сюда и там сделать поиски кстати дядя мэтью капитан нос или капитан носа или я буду назвать он носу капитан ноуту может быть и неправильно ахрен знает ну в общем он тоже туда же поехал поэтому его тоже сейчас нету на месте они там притом мы там с ними не не можем пообщаться сейчас потому что туда проход закрыт в связи с тем что с таким прижимом что они боятся что хоть это ходит медведь который не не впал в спячку краски который как они опять же полагают явился господи и в общем явился тем что напал на кэти которая у нас скончалась как-то так надеюсь я не сильно здесь надоел этим рассказом мы сейчас приступим у нас сейчас 22 часа 20 минут надо нам решить в общем нам кайну где-то надо будет идти в пять часов что мы можем сделать за это время я не знаю есть ли смысл ехать блин эмми потому что по сути мы можем съездить в церковь но при этом нам нужно будет петь в церковь и успеть вернуться к пяти часам коину как минимум а в восемь часов вечера нам нужно будет пойти в некий бар под названием волки а собственно говоря в этом паре у нас будет обитать наш новый испеченный знакомый по имени как его звали то блин доктор то психологии который увлекается там всякими там этими изучением коренных народов джеймс по моему джеймс лома да вот и у меня вообще на самом деле вопрос как собственно говоря узнать то где этот бар все это принципе знаю где он но я полагаю кто-то должен бы сказать почему нам не сказал сам лома где находится этот бар потому что мы сейчас допустим на карте он даже не обозначен этот бар так что ладно что ж отправляемся им сейчас тогда в церковь почему мы отправляемся коину можно конечно съездить сюда пообщаться чё там скажет нам полицейский но у нас вообще получается первая подсказка это то что нам сказал mail то что уехала уехали вот ну что шла это как его м а так как терпеть им что в общем м а у нас шла церковь такой долгое было наступление блин и богу я не хотел чтобы он был такой долго но как-то получилось так пойдем к нашим машине отправляемся мы так а как нам туда на попасть так и церковь сейчас два часа нам нужно сейчас развернуться кстати вот здесь мы проехать не сможем здесь обвал на дороге но можно эти прикол съездить да еще кстати вот это у нас бензоколонка там кстати живет у нас наша знакомая кстати я не знаю является ли она девушкой нашего героя матью а знаком блин дакотова листа блин ох уж эти японцы своими кнопками своими управлениями по европейский разворачиваемся съедим честную сторону мне кажется жалко время тратить так по моему здесь да вот у нас здесь обвал куда ты блин поехал то что у вас случилось здесь да ничего особенно у нас ночью прошел обвал ничего страшного небольшое неудобство по правде говоря думаю уберем за два или три или три дня никто не пострадал не из гаража нет никто у нас неплохие темпы по устранению так что сделаем так быстро как сможем но по рейс на другую сторону пока приостановлен в любом случае если вы хотите проехать на как он пикс вам нужно будет ехать возле озера так что отправляемся с другой стороны в объезд и дабы такая возможность у нас есть ну а вот будем знать на лице обвал барышка нам плана по идее хватить так что посходим пообщаемся зайдем в церковь может узнаем кстати а это у нас бар волки он отмечается выдачи как он понятно еще рано на самом деле что бар открывается в 8 но он не отмечается нихера блин то есть как сделать чтобы он отметился в общем это есть самый бар где мы должны будем встретиться восемь часов с джеймсом ломой не совсем понятно для чего хотя кое-какая информация есть у нас для него он же тоже там беспокоился так здесь у нас подъем наверх уже блин три часа вот он туннель про который говорил мэл то есть и видимо где то здесь на выходе он и встретил это здесь примерно титон здесь видимо встретил м они видимо тоже пешком шли нам надо здесь наверх да по моему да нам здесь надо наверх вот сюда и сейчас тоже зигзагами так надо поспешить потому что время уже три часа поэтому больше на руне будем где останавливаться хотя очень много интересных мест много расстраивает и тут идущее время что еще неизвестно как это все будет влиять блин так довольно блин прикольно было здесь посмотреть надо так чтоб во что там врезался хреновы знает так а вот эта церковь что-то я как-то прямо на дороге остановил машину был ужас ну ну у нас порова недавно поэтому можно простить мэтью он еще не очень опытный водитель церковь святого петра да интересная церковь я молюсь за вас чтобы вас не забывал господь наш отгонял ненависть злобу аминь я не могу здесь войти ничего да вроде как это не активно здесь тоже есть доска по моему слушай надо посмотреть что там у нас а у нас там ничего и не изменилось хотя глянем слушай мужчина даже собраться в лесной хижине примерно к 15 часам 30 минут кроме того поскольку у нас сейчас такое время несовершеннолетние не должны выходить на улицу без сопровождения взрослых морган штейн там надо перейти смотреть за новостями следить что происходит в городе потому что за всем здесь не уследишь все щиток айца я могу стоять и интересно есть закрытые двери короче кроме вот этой церкви вообще церковь довольно странная надо сказать здесь такое помещение здесь вот есть видимо какой-то проход ну блин как туда как его активировать наверняка там что-то скрывает наверняка там что-то скрывает отец этот Бертон у нас тоже дверь она вообще-то тоже закрыта так что зря мы сюда пришли так просто то есть видимо там что-то есть может быть как туда попасть пока непонятно хотя можем здесь подвинуть ящик зачем тоже пока не совсем ясно вот ящик вот этот все можем взять но что с ним делать всем понятно да поставь ты его блин и что это нам даст зайти слезть блин все там по сути ничего вообще не дает ровным счетом ничего при том самое интересное что мы сейчас можем по идее отсюда выйти но без ящика то есть что мы можем большой ящик туда интересно поставить или может мы можем забрикадировать здесь что активно больше нету в комнату мы эти ящики отнести не можем в общем непонятно ладно у нас уже 4 часа в общем пока что ни хрена не понятно вышли мы почему то здесь а ну да мы здесь и выходим точно потом кстати зайти мы здесь уже не можем что будет кстати уже темнеет ну по идее сейчас зима поэтому здесь темнеет рано здесь уже в принципе в часа наверное в вон уже свет у него включился в общем в часа наверное уже в часов 5 уже здесь будет темновато ладно мы сейчас сейчас мы в общем то выдвигаемся блин эти кнопки постоянно путаю выдвигаемся к этому коину 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 выдвигаемся пообщаемся мы с коином может что это нам что-то какую-то подсказку может нам он даст может нам надо было единственное что только это погодить с Бертоном с отцом Бертоном кстати он может быть тоже скорее всего быть на поисках поэтому поэтому его там тоже нету тихо тихо что куда он здесь вниз да да вниз по моему пока ни хрена не понятно да 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 мы кстати проекция по побережью мы так и сделаем мы пройдемся действительно по побережью возле этого озера и там через этот самый вон кстати сбоку у нас здесь мотель да и стоя можно интересно подожди ты блин убери ты это о можно выйти точно подожди я не могу пойти ну блин а я хотел возле воды прогуляться а не можно чего меня парить это о какой-то домик еще есть вообщем вот такое озерцо ну оно в принципе проточное там оно вроде как по сути река так то ну ладно погнали в прикольном здесь кто-то живет в общем какие-то люди так и здесь нам наверх так что в общем такой прикольный здесь на самом деле такой городок маленький спокойный весьма видеть уже потемнело ой 42 слышим можем опоздать надо поспешить нам по моему суда в принципе вроде как коэн домой приедет поэтому может быть даже и там не обязательно быть ровно в 5 можно по моему и в 6 туда приехать в принципе так то а вот как поймать родителей м я не знаю во сколько они будут а мы поехали да мы же поехали через больницу ладно надо меня врезаться конечно мы тут конечно едем не по правилам 58 ну чего они приедут да коэн едет приехал ой и морган тоже где мы сейчас будут обсуждать в общем как я говорил они поиски закончили в 5 часов мы сейчас и там пообщаются с морганом и мы и и и и и и и Коин Страсбург, 55 лет. Первым нашел Кэти. Построил себе хижину у реки, был назначен Морганом управлять лесным хозяйством. Ты зашел узнать о том, что произошло сегодня утром, да? Да, может быть, вы знаете что-нибудь об Эмме? Пойдем в дом, а то тут холодно. Дом Страсбургов. Хочешь что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Прежде чем говорить об утре, давай поговорим о вчерашнем лесе. Я пошел вчера в лес, как обычно. Но вчерашний лес имел другую атмосферу, понимаешь, другую. Вчера вообще не было ветра. Было довольно жутко и тихо. Однако где-то около полуночи внезапно задул ветер. И я увидел, как облака текут большой силой, закрывая лунный свет. Да, это редкое явление такое. Я-то здесь давно живу, но вчерашний лес казался очень странным. Проснувшись рано утром, я внезапно обеспокоился и решил прогуляться в лес. Его нашли Кэти? Да. А Эмма? Были следы какие-нибудь, что она могла быть там? Кэти я увидел перед большим деревом в лесу. А ну, как я гляделся вокруг, мне показалось, что опалено огнем костер. Вы думаете, что Кэти была не одна? Не знаю даже. Кэти встретила какого-то звера в лесу, и он на нее напал. Медведь. Если они были вместе прошлой ночью, какого черта они вообще забыли в этом лесу? Спасибо, мистер Коэн. В любом случае, первое, что тебе нужно сделать, это выяснить все-таки причину смерти Кэти. Почему Кэти была в лесу? Мед. Будем надеяться, что Эмма жива. Да. Кое-что нам рассказал Коэн. Кое-что полезное. Ну, особо зацепок нам это пока никаких не дало. Но. Вообще, что нам сейчас нужно сделать? Я уже это перезаписываю второй раз. Потому что я тут кое-куда опоздал. Притом, даже как-то обидно опоздал. Буквально на пару минут. В общем, лучше не опаздывать. В общем, нам нужно будет. Что мы сделаем? Мы... Поедем сейчас в больницу. Заскочим к доктору. Может, что нам доктор скажет? Нам все-таки... Сказал Коэн, что нам нужно понять все-таки причину смерти Кэти. После чего мы заскочим быстренько сюда. Потому что я так и не знаю, как поймать нам родителей Эммы. После этого... В общем, нам нужно сегодня быть в итоге восемь часов в баре. Как-то вот так. То есть, заскочим сюда домой потом. А, потом нет. Потом мы от дома Эммы к шерифу поедем. Потом домой поедем. Потом поедем в бар. Как-то, в общем, вот так. Кстати, мы можем позвонить сейчас в Вену. Не узнать, что там он нам скажет. Давай-ка позвоним. О, дяде позвоним. Точно. Так. Телефон. Сейчас звяхнем, раз они поиски прекратили. Может, нам еще полезного дядя скажет? Сейчас позвоним дяде. Потом Венуне, а потом мы выдвинемся. Так, дядя у нас телефон. Два квадратика, два икса. Два квадратика, два икса. Не отвечает. Ладно, я перезвоню через некоторое время. Нихера. Кстати, Морган что-то здесь шляется. Но к Моргану мы попозже. Сейчас мы позволим тогда Венуне. Телефон Венуне у нас какой? Треугольник, два кружка, треугольник. Два кружка, треугольник. Здравствуйте, это автозаправка Рингвольд. Мэтью? Венуна сказала, что пойдет в офис шерифа. Я понимаю, она еще ходила к Эмми. Ох, Мэт, ей сейчас нужна поддержка твоя. Да, знаю. Что-то пока общались, здесь дядя Нозу проезжал. На синей машине. Он приехал здесь, развернулся и уехал. Нормально так. Нормальные вообще пироги. Так, ладно, погнали, короче. Погнали в больницу. Может, кто-нибудь там скажет более точно все-таки. Да твою ты мать, вечно в этот лес ломай машину. Может быть, кто-нибудь там скажет все-таки причины смерти. Такие какие, Кэти? Потому что ни хера не понятно. У нее были царапины, оставленные животными, которые, по сути, не являются смертельными. О, доктор, да, он здесь есть. Директор Сэммэль, можно вас? Эмм, а вы кто? Я Мэтью Уильямс. Я с Морганом приходил справляться о состоянии Кэти. Эмм, а, это вы были с Морганом. Я хотел бы знать, что произошло в то время в больничной палате. Это когда Кэти скончалась? Да, да, я знаю, я с Кэти не очень был знаком, но я знаю, что она тогда внезапно закричала и потом умерла. Чтобы вас не загружить терминами, скажу просто. Причина смерти Кэти, смерть от шока. Вы хотите знать, что получила ли она этот шок от животного? Думаю, Кэти испытала ужасный страх той ночью. Я полагаю, что эти воспоминания были блокированы, но был спусковой крючок, что и породил такой эффект. А что за спусковой крючок? Это может быть все, что угодно. В то время за окном был и снег, рыжечные крыши, птицы. Все, что могло напомнить Кэти о произошедшем на том месте. Все это могло бы стать причиной. А вы, Морган, Бертон и Джеймс были в это время в комнате? Ну, была еще одна дама. Дама? Старшая медсестра. Так что чем смог, тем помог. Меня ждут дела. Да, большое спасибо, что уделили время. Что, наверное, много нам что сказал так-то? Здесь что-то нозу делают. Это машина синяя, это машина дяди. Ладно, погнали. Время у нас... Время нас поджимает. Сейчас мы... Сейчас мы едем... В полицейский участок. Никакого. Так что... Что-то нам там сказал... Доктор этот... Подожди, а куда я поехал? Ну, ладно, заскочим, посмотрим. Может быть, там есть... Может быть, родители Эммы приехали. Хотя, конечно, надежды я не питаю. Нам надо вообще сейчас ехать к шерифу. Нету машины, нету, иначе не будем даже проверять. Поехали. Поехали к шерифу. Посмотрим, что нам скажет Морган. Нам вообще неплохо бы переговорить с отцом Бертоном. Все-таки, может быть, он что-нибудь знает. По крайней мере, нам неплохо бы выяснить, когда будут похороны Кэти. Пойдем заглянем. У нас два часа еще есть впереди. Ну, как два? Нам вообще надо быть там примерно хотя бы в десять. О! Винона. Она, наверное, как раз-таки все занимается поисками Эммы. Мэтью. Ну как, ты все нормально? Да, не волнуйся. Что-нибудь появилось. Мэтт, а тебе нравилась Эмма? Эмма. Ну, нормально, но нравишься ты. Я думаю, Эмме, ты нравился. Ты что все навыдумывала? Да ничего. Да, она, в общем, видимо, выясняет. Что удалось узнать Моргану насчет местонахождения Эммы? Войдите. Что, Морган? Как у нас дела? Как прошла лесная охота? Ух, не так все просто. Он не был тем, кто так просто оставит следы. А Эмма? Связи я пока никакую не вижу. Понятно. Знаешь, Мэтт, я был у Эммы и Кэти вчера вечером. Нет никаких доказательств, чтобы что-то здесь можно было сказать. Эмма может и не иметь отношения к делу-ка идти. Давай думать пока так. В общем, видим, пока не очень продвигаются дела. С поисками зацепок никаких. Ладно. Так, вино у нас уже ушло. Полицейского участка, да? Вообще, здесь в определенное время должен быть отец Бертон. Товино у нас пошло. Что она пешком уходит все время? У нее красная такая машина же есть. Я не знаю, правда, может это не ее. Почему здесь нельзя подводить? Ну, подвозить. Я бы ее подвез так-то. Да, ну, она пошла пешком. Ладно. Хорошо. Допустим. Что тогда нам предстоит сделать? А, ну, она пошла домой, наверное, скорее всего. Вот она сейчас. Или, в принципе, я догадываюсь, куда она пошла. Не буду пока говорить куда, но я знаю, куда она, в принципе, пошла. Так, в общем, сейчас мы тогда едем домой. Нам нужно быть в баре 8. То есть, в принципе, нам пока что больше нечего, не с кем особо поговорить. Потому что, в принципе, я полагал, что мы здесь успеем встретить отца Бертона. Было как-то раз, я его здесь видел. Он где-то тоже. Либо он чуть-чуть раньше 6 здесь. Либо позже 6. Он здесь и есть. Он здесь и бывает. Нету? А вот, кстати, это он. Или не он? Да, точно, смотри, это отец Бертон. Отлично. Что скажете? Пойдем пообщаемся сейчас с ним. Отец Бертон? О, Мэтью. Соболезную, а Кэти? Спасибо, Мэтью. Очень тяжелая потеря для меня. 12 лет назад я забрал ее, чтобы дать ей настоящую семью, мордическую заботу. Все то, чего ее лишили. Когда я впервые увидел ее, я поклялся оберегать ее. Я был уверен, что сделаю ее счастливой. Она ушла от нас. Ема пропала. Жизнь толкает, бывает очень жестко. Теперь я могу надеяться только на милость Божию. Чем она думала, идя в лес в тот день? Я понимаю, теперь я от они ничего не знал. Так, ну что, в принципе, мы с ним... А когда состоятся похороны? Для тех, кто хочет почтить память, в 26 числа в 9.30 на общегородском кладбище. Мне надо выспаться, чтобы завтра проводить ее в последний путь. А Катия и Эмма были близкими друзьями? Это как? Она была запнута интровертом. У нее мало было друзей. Эмма говорила, что пойдет в церковь в ночь на 24. Это в котором часу? Около 10 было. В это время никого не было. Эмма не встретила там Катти? Я понимаю, возможно, они вдвоем пошли в лес. Но я не могу поверить в то, что девушки решились на такое. Водьте в ночь, да еще и в лес. Но все же я не видел, чтобы они выходили из дома. Как было бы замечательно, если бы все были такими же молодыми людьми, как ты, Мадью. Так, ну все. Он нам больше ничего не расскажет. Ну, как я уже и говорил, что в принципе... А, ну я говорил, да, сегодня уже, что... Что-то более конкретное я буду понимать уже, когда переведу. В общем, что он там сказал. Но главное, что я знаю, что он нам сказал, что в 9.30 завтра... Похороны. Но надо будет не проспать. Так, у нас сейчас 6.43. 6.43. Ага, у нас есть чуть-чуть... У нас есть чуть больше часа. Ну как, на самом деле, у нас больше. Здесь афишка в том, что нам, на самом деле, неплохо быть в баре. Где-то примерно с 9.00 до пол-одиннадцатого. Где-то как-то примерно так. Именно вот на этом месте я и запорол. В прошлый раз, когда проходил просто... Здесь хочу попробовать поймать... Эм... Две вещи. Не буду поймать какие, но вот есть здесь две вещи, которые надо бы... Поймать. Ладно, поехали домой сейчас. Вообще-то интересно, что же делало Кэти в лесу. Так, а потом вообще... А, ну, в принципе, можем здесь проехать, да. Можем проехать и здесь. Сейчас, в принципе, мы домой не... Как бы едем не совсем. А, подожди, безусловно, тормози, тормози, тормози. В принципе, я еще хотел сходить здесь в одно место. У нас здесь есть дворик, кстати, прикольный дворик такой... Спокойный. Где здесь вход-то? А, во. Шученый здесь такой у них. То ли кинотеатр, то ли... Хрен знает что. Слушай, можно просто с телефоном? Не, нельзя. Так, что здесь очень мало, конечно, интерактивности. То есть, что можно взять. К примеру, наш герой сел так. Посидел, к примеру, подумал. Отдохнул. Подышал свежим воздухом. Он, как-то, этот чувак, к примеру. Здорово. Понятно. Здесь банкомат есть. Либо какой-то кинотеатр, либо хрен знает что. Я думаю, это, конечно, кинотеатр. Вот здесь такая штука, называется... ...принт-сервис. Наверное, какой-нибудь... ...сервис печати. Добро пожаловать. О, Мэдю. Я слышал об Эмми. Удачи тебе в поисках. Да, спасибо. Эх, кажется, меня сегодня ни о чем не просят. Что сегодня? Ничего, еще увидимся. Да, уж скоро закрываемся. Дел много по дому. Может быть, нам когда-нибудь пригодится. Так, здесь ничего у нас активного нету. Кстати, доска объявлений. И там, по-моему, ничего толкового нету. Можно, предпочитать, поесть... ...в забегаловку... ...ролейна Хейнса. Мы, в общем-то, будем в баре. Там, может быть, пожрать, кстати. Там своего героя нету даже... ...кстати, где машина-то? Ага. Такос. Слушай, а он вообще работает, этот такос? Чё-то я не видел, чтобы он... ...работал. Пойдем сейчас заедем домой. Время у нас позволяет, потому что... ...нам все равно придется... ...посидеть в баре. Там, главное, успеть все-таки. Потому что я хочу успеть. Хочу, короче, успеть... ...в... ...в два места попасть. Слушай, у нас же... ...магазин вроде как уже закрыт. Как я понимаю. А, не? А, закрыт, да. Уже не работает. Ему до шести. ... Дедю Нозу, кстати, живет где-то здесь... ...недалеко. Сейчас глянем, машина его стоит здесь. Да, стоит вон там синяя машина. Это... ...машина дяди. Мэтью. Блин, чё-то в углу-то застреваешь. Ладно, пойдем забежим домой. Это единственное место, где мы можем... ...немного отдохнуть. Ох, дом. У нас даже кухни нету. Примем душ перед тем, как пойти в бар. Поверим, пусть. Может, там что-нибудь пришло нам? Не, нихрена. Ну что, погнали. Блин, мы сейчас туда к 8 часам придем, блин, а... ...предоставим там штаны просиживать. То в принципе-то нам пока что больше некуда ехать. У нас еще 6 минут до открытия бара. А он, кстати, это... ...бар там сюда приехал. А чё он приехал в бар? Зачем он приехал в бар? Нахрена он приехал сюда? Зачем это было непонятно? Мой дед, ты вроде не похож на тех детей, что ходят по таким местам, вместо того, чтобы пойти домой. слушаем а зачем святому отцу подъезжать к бару он в бар к примеру не заходит надо какого-то здесь ждет скорее всего не с кем-то встречи стоит с кем-то должен встретиться учетом какие-то темные делишки по ходу дела бар волги мэтью я здесь как продвигается расследование детектива морганом пожалуй застоплилось делом понятно печально слышать что-то уже выяснилось раздроблено все вы более знакомы с эмой чем я и так ли давай не преувеличивай почему вы не пьете за стойкой я не очень люблю волка он здесь хозяин лицо ночи в этом городе они вам так говорят как насчет того чтобы сесть алкоголь будешь нет волк 56 лет хозяин бара волки он хорошо разбирается в людях которые собирается в баре по ночам и является лицом ночи в этом городе разве ты не знаешь если вы сядете за стойку уж не должны заказать молоко можно молоко а не имеет значение сколько с меня это лакомство если выпьешь не уходи домой вы знаете ему роланд вы знаете и мимо бывало несколько раз меня часто уговорили познакомить с ней потому что это была красивая женщина что случилось как-то был один настойчивый парень эмма проткнула ему колено вилкой конечно это плохой поступок но парень сам виноват эмма 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 с тех пор ходят слухи у парней вокруг меня что вокруг меня только сумасшедшие женщины эмма всегда здесь была одна эмма всегда одна но один раз она пришла с какой-то подругой а что за подруга у меня полным полно работы я мало что помню понятно может быть это к этим так ну что мы можем теперь и заказать что-нибудь пожрать может быть так ну что у вас в меню ну здесь меню поскромнее чем в забегаловке как вон ролейна так у нас есть кофе наверное яичница как я понимаю еще что то ну скажем первое за 3.50 чипсы ну и капелька ликера но все в порядке готово ну хоть подкрепимся по крайней мере и то хорошо так в общем то нам здесь надо в баре до пол одиннадцатого притом так чтобы еще успеть нам я не употребляю алкоголь в последние годы жизни немного беспокоиться о здоровье так что тут еще у тебя можно заказать кофе разве может быть что то более изящное чем кофе готово кофе по крайней мере я так полагаю ты спрашиваешь про эму к нам в бар приходят разные люди помню ли я их мне все равно так это полно с молоком ты пьешь молоко ну кажется ты это ценишь эмма была возмутителем спокойствия в нашем баре когда мужики позволили себе лишнего там с тем мэл сидит нам что нибудь мэл скажут что а ты ты сейчас что приходишь тебе наливают алкоголь да и не говори нет только молоко что это мэл блин о смерти к этим смерть от шока да у меня не укладывается в голове действительно можно умереть все в твоей памяти однажды можно забыть на долгие годы а вспомнить так же ясно и понятно в теории как то так разве это не тот случай когда шок имеет отношение к воспоминаниям но эти была в темном лесу ночью да в такое время к этим могут все что угодно напугать хотелось бы узнать что не знаю что могло так напугать к этим так тоже пойдем посмотрим там стоит еще этот самый какой как его зовут то а а а а а а а тетей бардона еще Nou стоит на 数 еще стоит интересно кого он ждет здесь непонятно кого-то он ждет интересно вот так вот мы здесь в городе бар бар волки конечно что застревает он это не очень прикольно это у нас не работает шаг что мы здесь не можем сесть на любое место кстати если это будет сесть направо повернуть или налево здесь будут сидеть два человека то в зависимости от того куда мы смотрим мы с тем будем общаться хороший бар в моем городе такого бара нет но это немного страшное место что ж в общем попробуем успеть в общем там в чем суть примерно где-то в 10 30 здесь по идее начинаются в вступление певицы изабель и изабелла так зовут по моему тоже такой некий герой города как бы не некий персонаж вернее городе а нам еще позвонит винон он сейчас гуляет где-то примерно в парке поэтому нам нужно успеть и туда и сюда притом как таки примерно там получится в одно то же время у меня как-то получалось успеть туда и туда так что блин даже не знаю попробуем но прошлый раз я конечно накосячил и не успел я так правда не понял почему что винон тоже на там ждать не будет если мы опоздаем она просто обидится и уйдет матью матью мне надо было немного подумать на свежем воздухе хорошо сейчас подъеду я жду тебя да вот и минона позвонила 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 мяч минона что она там где-то в парке находится она у нас вот у нас здесь парк вот здесь парк с часами так что в принципе мы можем туда уже выдвигаться но блин у нас в десять тридцать выступления я хотел бы на него попасть да блин я не хотел ничего заказывать яичницу предложила давай сожрем яичницу кули уже сказали очень интересно это ушел о ролейн блин прикинь о да ты решила пробовать бар я скажу тебе кое-что очень интересное хорошее примерно в десять тридцать вечера будет выступление это очень красивая песня если ты послушала тебе обязательно понравится как раз он нам рассказал по поводу того что здесь в десять тридцать будет выступление блин боюсь что мы можем и не успеть да блин потом к веноне что она нам не простит если мы опоздаем вот сюда вот сядем где-нибудь там чувак стоит играет в автомат все две минуты осталось тихо 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 Спасибо всем, что пришли сегодня в Улвархэмп. Изабелла! Изабелла! Спасибо. Извините, но я сделаю сегодня перерыв в выступлении. Эй, а почему? Да как так-то? Извините, у меня есть личные причины, которые я не могу озвучить. Но я думаю, что смогу спеть завтра. Мне очень жаль. Эй, как же. Придется... Придем завтра, хорошо. Ну что ж, нас прокатили, по ходу делом. С выступлением-то. Все, погнали, короче, блин. В общем, да, это у нас Изабелла, певица. Блин, а, слушай, все, главное, чтобы мы успели. В общем, я хотел попасть на это событие. Слушай, Бартон уже ушел. Да нахер, блин, что ты врезаешься там? Так, нам сейчас главное успеть. В принципе, нам здесь ехать не так-то уж далеко. Потому что, в принципе, там самое прикольное, что если опоздаешь к Веноне, она уйдет, и она будет идти по дороге. Да ты чё, блин, во что мы там врезались-то вообще? Там ничего не было. Тихо-тихо, парк, пошли. Надеюсь, что мы успеем. Парк Риверсайд. Мать-ю. Разве не запрещено выходить на улицу ночью? Я просто знал он незаметно. Переживаешь, да? Это Эмма. Эмма была иногда очень шокирующей. Да, бывало, бывало. Ты не представляешь даже как, Мэтью. Ну, и как она? Я всегда боялась. Эмма может зайти очень далеко. Знаешь, однажды я была в волках, когда меня позвала Эмма. В волке? Была ли виновна той подругой, которая была с Эммой тогда? Эмма была пьяная. Я была в шоке. Когда я попыталась забрать Эмму домой, вошел странный человек. Эмма его прогнала. Нам не следовало ходить по таким местам. Все что-то испортилось. Я думал тогда, что эта Эмма была не та, которую я знала. Я думал, что знаю все. В то время Эмма спросила, со мной весело? Я ответила, да, весело. Эмма спросила меня, тебе грустно, когда меня нет? Я отвечала, конечно, мне грустно. Почему ты меня спрашиваешь об этом? Тогда Эмма улыбнулась и пожелала мне спокойной ночи. Винона. Так, у нас здесь выбор. Кружок, это что? Типа, что-то расстроено сказать? А квадратик, это у нас типа потискать, да? Надо потискаем вину. Я должна была помочь Эмми. Мэтью? Не вини себе, ты не могла ничего сделать. Наверное, были некоторые заботы и проблемы. Она не хотела вовлекать тебя в них. Думаю, она не могла тебе этого сказать, потому что боялась тебя потерять. Спасибо, Мэтью. Я показалась тебе слабой, да? Расслабься. Винон, ты слишком много на себя взваливаешь. Я так не думаю. Спасибо за то, что ты выслужил. Надо домой, а то мой папа волнуется. Мэтью, ты меня подвезешь без проблем. Так, ладно, теперь хоть по крайней мере мы успели. Она не обиделась, она вроде как дождалась нас. Теперь мы можем ее отвезти домой. Идем, закинем ее домой. Здесь находится парк. Такой весьма миленький парк, надо сказать. Время уже у нас 11 часов. Так что сейчас мы закинем Винону домой. И мы поедем тоже домой. Я считаю, я не всем понимаю, все-таки Винона является девушкой, Мэтью, или между ними что-то происходит. Возможно, там был выбор какого-то развития отношений, как я понимаю. живет Винона у нас вот здесь, кстати, заодно может быть заправиться. Она живет, в общем-то, на бензоколонке. Вот, собственно говоря, ее дом. А вот так здесь работает заправка автомобиля. Не знаю, может, это ее брат, либо ее отец. Добро пожаловать. Вам полный сервис. хорошо, спасибо. Спасибо. Спокойной ночи. Мэтью, спасибо тебе за все. Спокойной ночи тебе. Что ж, отвезли мы Винону домой. Что ж, день-то был довольно тяжелый, надо сказать. Еще и серия получилась огромнейшая у нас. Подвигаемся мы сейчас домой. где, наверное, мы и пожалуй закончим серию. Естественно, серия получилась довольно-таки большая, но я хотел именно все-таки как-то уместить, чтобы уже закончить как бы день и закончить серию здесь. Наконец-то наш герой сможет поспать, блин, по крайней мере. кстати, а машина-то дяди нозу здесь нету. Не, хотя пойдем паркнем возле дома. Что-то как-то я стремаюсь здесь парковать. Еще гонят. Да, паркнем возле дома. Дома. где-нибудь примерно вот здесь вот. Видите, вот так вот. О, нормально. Что же, уже почти 12 часов, пошли спать. У нас еще блин, мне так жалко, что Пасаша, что он здесь на улице, взял бы ее в теплый дом. Все равно, что там кухни нету, ему там жрать. ничего не сожрет. О, теплый, теплый дом. Теплая кровать. Что же, будем здесь заканчивать. Завтра у нас тоже день будет. Завтра у нас обязательно с утра мы поедем, наверное, скорее всего, на кладбище. На похороны почтим, так сказать, память о Кетти. Хотя, я полагаю, наш герой Мэтью не очень-то с ней знаком был. Вот, и уже будем дальше искать, куда же, блин, подевалась Эмма. Ровно день прошел с пропажи Эммы, можно сказать. Сегодня целый день наш герой на ногах туда-сюда мотался. Так что, в общем, прощаемся с Мэтью до следующей серии. Так что, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok